Народная славянская радио Народная славянская радио Вышел из жизни Сергей Данилов Известный человек Которого многие уважали И я в том числе Который своими трудами пытался сделать что-то хорошее Разъяснял, доносил информацию Как он это понимал Возможно какие-то были ошибки у человека Все мы люди Кто-то его не любил Потому что он очень активно себя проявлял Кто-то считал, что он где-то заблуждается Но дело уже не в этом Дело в том, что человек прожил свою жизнь Свою миру прошел И теперь по нашей традиции По нашим правилам По ведическим понятиям О человеке усопшем, умершем Надо все-таки говорить Или что-то хорошее Или не говорить вообще Поэтому предлагаю всем вам Почтить память Сергея Если он с вашей точки зрения Этого заслуживает Итак Переходим К нашему эфиру Родовая память И обрядовые праздники С чего начнем? Что такое, наверное, родовая память? Разъясним Потому что у многих есть Такое свое понимание, наверное, в этом Вот хотелось бы услышать Твою точку зрения на этот вопрос Родовая память — это поток Который есть в каждом из нас У некоторых он более прикрыт У некоторых более развит В зависимости от того Насколько человек знает о своем роде Насколько он подключен к нему К этому родовому потоку И родовая память Она раскрывает в человеке Знания всего рода Она раскрывает ключи К пониманию правды и кривды Различию их Ключи к пониманию мироздания И всего в округе Помогает Распознавать людей вокруг Распознавать мир вокруг И направляет куда нужно Родовая память — это вообще набор знаний Огромный набор знаний Всего рода Всех живущих на Земле Родимичей наших Приблизительно так Хорошо А родовая память Это как-то связано Получается С генетикой С нашей кровью То есть родовое Вот именно слово родовое Здесь присутствует А есть ли какая-то память Которая находится Не в человеке А находится там За пределами То, что называется Так вот Хроники Акаши Там тут называют Или вселенский разум И так далее Я бы сказала Что она находится И внутри нас И вне нас Дело в том Что родовые знания Человек может понимать И получать От еще того рода В который он включен Например Дети получают знания Естественно И от одного родителя И от другого Родовую память Но при этом Супруга Включенная в род Своего супруга Она тоже получает Знания от рода Своего супруга И наоборот То есть он от супруги Рода получает То есть родовая память Она как генетическая Так и энергетическая И информационная Эта информация Просто через генетику Генетика записывает Определенный код доступа К этим знаниям И когда проходит Обряд обручения У супругов Женщина включается В род в мужчины И соответственно Они являются одним целым И начинают получать Родовую память Из родов друг друга То есть поэтому У нас проводилось Так очень тщательно К свадьбам Относились И проводили Очень правильно Обряд обручения Рукоповязывания То есть Важным элементом Считалось Естественно Благословение родителей Важным элементом Считалось Потому что тоже Это благословение На соединение Именно родов Поэтому так вот Человек Родовую память Получает из многих мест Хорошо Родовая память Существует Но ведь Инструменту Недостаточно быть Инструмент Необходим Каким-то образом Использовать Поддерживать В хорошем состоянии Знать Как его использовать Вопрос Современные люди Родовой памяти Насколько я понимаю Многие не пользуются Хотели бы научиться Ей пользоваться Как пробудить себе Родовую память Это первый вопрос И как дальше Ей пользоваться Вообще Это нужно на практике Показывать По-хорошему Есть такая хорошая Замечательная Вещь Как семинары Которые я провожу Абсолютно безоплатно Во всех городах И Странах СНГ Во всех городах Российской Федерации Нашей И все Кто желает Попасть на Память рода Семинар Обращайтесь Ко мне Пишите Организуйте Семинары В своем городе Обязательно приеду Покажу Расскажу Потому что Это очень важно Это сейчас Назрел такой Большой вопрос О том что Каждый человек Должен развить В себе Это Мы закрылись Мороком Затянили В себе Вот этот поток Прикрыли его И надо раскрывать Это необходимо Поэтому Я сейчас решила Что я буду Вот такие Делать семинары То есть На голом энтузиазме Ездить по городам И странам Поэтому Всех Приглашаю Стать Организаторами Семинаров Чтобы И другие Ваши Друзья И родимичи Могли получить Такую информацию И практический опыт По развитию Родовой памяти Хорошо В общем Включайтесь В процесс Включайтесь В труд Полезный Для всех родов Для державы Но А можно ли Как-то Все-таки Человеку Если он По каким-то причинам Не может С тобой встретиться По каким-то причинам Все-таки Попытаться Самому Раскрыть Это Развить Как-то Хотя бы Почувствовать Что он Причастен К этому Что это У него Есть И вот Дальше Попытаться Развивать Себе Конечно Можно Нужно Изучать Культуру Родную И обязательно Изучать 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 Вспоминать Предков Почитать Предков Каждый день И Периодически Мысленно Связываться С ними То есть Можно проводить Небольшие Медитации Дома Просто Я очень Опасаюсь Медитации Таких Когда люди Не знают Как это делать Можно схватить Нехороших Товарищей Поэтому Я говорю Очень аккуратненько С открытыми Глазками Можно проводить Медитации Просто Включаем музыку Слушаем себя Слушаем Своё тело И Вспоминаем Предков И они Начинают Приходить Давать Какие-то Знания Которые Могут Не сразу Раскрыться В течение Несколько Дней Начинать Просто Знать Что-то Что вы Раньше Не знали Знать Ответы На вопросы Которые Раньше Вам Знания Как говорится С татарами Общается Это вообще С другом Правильно Гровь Приведи Примеры Знаем Поэтому Если вы Стремитесь К чему-то Доброму То в этом случае Родичи Ваши И помогают А родичи Могут Помогать Где бы Они Находились Хоть на другой Земле Хоть там За 3-9 земель Так Так что Понимаем Это Вопрос В эфир От Антона Сейчас еще Вопрос В эфир От Антона Пришел Крепкого здравия Какая вероятность От деградирующей Традициями В ветви Рода Руси Получить Здравое В этом отношении Потомков Все зависит От внутренних Мыслей От внутренней Направленности И общения С собственным Родом Не обращайте Внимания На то Что происходит На данный Момент Внутреннее Состояние Вот что важно Если будете Понимать Где есть Правда То не страшно Вообще Ничего Что происходит На данный Момент Кто бы вам Что ни говорило Что бы ни Происходило С традициями Не нравится Как они Себя проявляют Развивайте Сами Берите На себя Эту ответственность Проводите Там Изучайте Вперед Надо Традиции Всеми Возможными Способами Открывать И потомки Соответственно Если мы Делаем Это То и дети Наши Это делают Я вот По своим Детишкам Могу Сказать У меня Ребятишки И мои И племянники Они все Это смотрят У меня Племянница Семь лет Она вот С пяти лет Во всех Обрядах Участвуют И Он Всегда Во всем Помогает Ей Это Интересно И Я могу Скать Что это Здравые Дети У нас Получаются То есть От того Насколько Ты сам Здравый Зависит Твое Потомство И отношение Его К традициям Да И опять же Ключевое Слово Здесь Рот Если Мы Понимаем Кто Мы Откуда Мы Кто Наши Предки То в этом Случае Все упирается В богов Вопрос Такой Боги Это Кто Это Сыроежки На поле Или В лесу Это Что Муравьи Нет Я имею Ввиду Что Боги Чем Они Обладали Какие У них Возможности Возможности У богов Несравнимы Даже Воображение Нашим Несравнимы С тем Что Мы Можем Себе Даже Представить Поэтому Если У тебя Есть Желание И Необходимость И Это Все Направлено На Благо Родов И Для Богов Чтобы Тебе Помочь Все Зависит От Тебя Что Ты Желаешь Для Чего Ты Предназначен То И Случится Нет Никаких Ограничений Со Стороны Богов Ни Тебя Ни Их Поэтому Если Вдруг Какие-то Деградационные Как ты написал Особенности В жизни У Каких-то Родов У Ветвей Происходили Это Еще Не Говорит О том Что Ты Не можешь Уродиться В этом Роде Как Какой-то Великий Продолжатель Традиции Накопитель И Отдатель Этих Традиций Так что Все В твоих Руках Родовая Память Боги Тебе В помощь Солнце В эфир Не Не Особенно Научиться Как раз А как Это Помогает Или Полезно В жизни Ну и Что С того Что Видишь Предметы Закрытыми Глазами Какая Реплика Ну Я Не Поняла Еще раз Прочти Если Не Тяжело Потому Что У меня Не Выходит Это Почему-то В эфире Ну Я Сейчас Тебе Просто Оно Только-только Появилось Я Еще Даже Не Особенно Научиться Как раз А как Это Помогает Или Полезно В жизни Ну И Что С того Что Ты Видишь Предметы Закрыт Ну Опять Так Предметы Мне Тоже Очень Помогают В жизни По той Самой Причине Что С Вообще Стараюсь Не Одевать Вот С Минус Семь Хожу Без Очков Это То Чем Мне Полезно Поэтому Я Это Развела А вообще В жизни Ну Помогает Опять Так Я говорю Людей Распознать Кривду От Правды Отличить Понять Что Нам Помогает Как Выбрать Путь То Есть Вселенная Наша Наши Боги Они Приводят Нас Туда Куда Нам Нужно Они Направляют Нас Туда Куда Нам Нужно И Все Это Благодаря Вот Именно Развитию Родовой Памяти То Есть Другими Словами Когда Человек Открывает Себе Родовую Память Развивает Родовую Память У него Открывается То Что Иностранным Называется Интуиция То Есть По-русски Чуйка По-русски Ведание Когда Ведание С чуйкой Совмещается Вместе То Получает Следующее Он Чует Что Происходит А Ведание Его Наполняет То Грубо говоря Так Собака Учуяла Дичь И Ведет Туда Охотника Охотник Дичь Это Получает Там Даже Знаешь Как Получается Там Открывается Как Знание Как Ясно Знание Ты понимаешь Что нужно Сделать Когда Нужно Сделать В какой Момент Нужно Сделать Чтобы Прийти К тому Чему Ты Хочешь Даже Вот Так Происходит Это Больше Ясно Знание Развивает Человек Ну так Если Мы Ведание Воспринимаем Как Не Просто Кто-то Чего-то Сказал Одна Баба Сказала А именно Как Мудрость Наполняющую Тебя То есть Не Просто Знание А еще И Мудрость Знание Разное Бывает Бывают Вредные Знания Бывают Полезные Знание То Что Ты Принял И Что Можешь Применить А Ведание Это Мудрость То Что Ты Принимаешь Как Основу Жизни Которая Не Нарушает Бытие Не Нарушает Естество Не Нарушает Тебя Не Разрушает Поэтому Когда Нужно Что-то Сначала Учуете Потом Взять То Как раз Это Чуйка А потом Это Видно Тебя Наполняет И Ты Уже Глупости Не Делаешь Ты Выбираешь Тот Путь Который Необходим В жизни От Точки А до Точки Б Чтобы Этот Путь Кто-то Там На Западе Это Называет Интуицией Ну Интуиция Интуиция По-нашему Чутье И Ведание Вместе Когда Совмещаются Все У тебя Открывается Ты Людей По-другому Увидишь И знаешь Куда Надо Идти Куда Не Надо Идти Знаешь Как Где-то Тормознуть А Где-то Вперед Вылезти Наоборот И так Дальше Так Ну Вот Вопросы Мы по Рудовой Памяти С тобой Озвучили Теперь Давай Перейдем К Обрядам У нас Как раз Сейчас Идет Солнцестояние Наше Зимнее Важный Период Когда Наше Солнышко На Карачун Перерождается То есть Умирает Старое Солнышко Нарождается Новое И вот Впереди У нас Коляда Прекрасный Праздник Зимнее Состояние Когда Народившееся Солнышко Нашу Силу Свою Набирает Рождение Солнца Младенца Коляды И Мы Сейчас Как раз Поговорим Немножко О Коляде Коляда Это Прекрасный День Который Соответствовал Именно Речению От рождения Солнышко И Коляда Она Важное Значение Имеет У каждого Человека То есть Это Время Изменения Судьбы И вплоть До Водокреса Люди Очень Сильно Подвержены Изменениям Судьбоносным Таким Поэтому Очень важно В этот Период Как бы Составить Карту На год Желаний Целей Своих Чего ты Хочешь К чему Ты стремишься И В этот Момент То есть Готовиться К этому Посмотреть Что тебе Мешает И избавиться От этого Вот Как раз До 6 Числа С Коляды Самое Время Глобальных Изменений Вот Ну как У нас Проводили Состояние Коляду На утро Конечно Славление Всегда Было И После Этого Проводились Множественные Обряды Значит Суеверия На Коляду Какие Верили Что В ночь Рождения Солнца Коляды Все Что Загадается В ночь Сбывается И Обряд На капище Проводили Какие Заготовка Изговаривания Бодняка Утреннее Славление Богов Потом Создание Колеса Коляды Я коротко Так расскажу Обряд Маранка Обряд Почитания Богов Зазывание Навиев Обряд Это Кормление Бодняка Возжигание Колеса Коляды Сакральные Хороводы И игры Волховские Обряды На капище Обряд Благой Судьбы И гадания Сейчас Поточнее Расскажу С утречка На Коляду Что Происходило Засытло Находили Сухое Дерево Мертвое Но вообще Даже Бывало Что Заранее То есть 24-го Шли в лес Находили Сухое Мертвое Дерево И Рубили Его То есть Рубили Его Прям Непосредственно На Коляду Даже Бывало Что В некоторых Просто Несколько Смотрела Обычаев В разных Губерниях По-разному Немножко Делали Но вообще Его Немножко Подрубали На Коляду И после Этого Женщины Приходили И В ведуньи Приходили Чародеи И Завязывали На нем Определенные Ленточки То есть Заговаривали Его Наозами Потом Проводили Утреннее Славление Богов На саму Коляду После Этого Мужчины Шли Создавать Колесо Коляды А Женщины По дому Там все Собирали Стол Собирали Потому что После Всех Праздников Всегда Был Пир На Коляду Женщины Готовили Обряд Кашу Для Обряда Кормления Бодняка Потом Все Садились Делать Обряд Маранка Я уже Рассказывала Наверное Еще раз Расскажу Как делается Обряд Маранка Маранка Это Вымарывание Злоб И обид Самый Простой Ныне Способ Современный Это Взять Листочек И на нем Кулю-мулю Нарисовать Эмоции Все Обиды Переживания Все туда Вымарать И После Этого Сжечь И Значит После Обряда Маранка Мы Как раз Не сжигали Мы делали Сначала Обряд Маранка Потом Идем Что Мы Идем На капище Почитаем Богов И предков Затем Зазываем Нави Нави Это Наш Предок Который Находится Между Миром То есть Приходит Кто-то Из Предков Недавно Ушедших И Он Как бы Должен Помочь Калиде Прийти Через Калинов Мост И Народиться Значит Обязательно Приносят Бодняк По нему То есть Голыми руками Бодняк Не Рубят То есть Идут Всем-всем-всем Поселкам Срубают Этот Бодняк Обязательно В рукавицах Чтобы Не дай бог Нему Не коснуться И несут К специальному Костру На котором Сжигают На масленицу Куклу Обязательно То есть Это отдельное Кострище Которое Вот для Таких Обрядов И Там Возле него Собирается Костер И После этого Проводится Обряд Кормления Бодняка То есть Мы Благодарим Бодняк То есть Бодняк Считается Это дерево Оно С одной стороны В Амире Яве А в другой Стороне В Амире Наве Находится Одновременно И Делается Топором Рот И Кормится Ритуальной Кашей Иногда Еще Поют Ее Чем-нибудь То есть Медом Например Вот И Считается Что Как Сожжется Бодняк Так Сожжется Все Плохое Все Дурное И Бодняк Провожают Хороводами Поминальными Песнями Вот Я сейчас Просто Коротко Расскажу Потом Больше По вопросам Поговорим Вот А потом Значит Когда Бодняк Догорит Мы По нему Стучим И Вот Искорки Сколько Искорок Вылетит Столько И благо Будет В этот год Опять-таки У каждого По-разному Потом Конечно Сжигает Колесо К леду И Потом Проводят Хороводы И игры И Обязательно Конечно Гадания В эту ночь Проводят Интересные То есть Калядные И потом До 6 января В плотях И проводят Это вот На ближайшее Каляду Я рассказала Но у нас Ближайших Праздников Очень много Что Алексей Еще так вот Озвучить Более подробно И более кратко Что интересно Да ты знаешь Все интересно Понимаешь Что торопишься Вот сегодня Такой день у тебя Но Да Поэтому так Мы голубым По Европам Но всех Обрадую Что мы записали Эфиры По зимним праздникам Постараемся Новогодние праздники Выложить А вообще То что ты рассказала Аналогичный Прием Получение Искор И проведение Праздника Где рубится дерево Я видел В записи У Сундакова В тереме проводился Не в тереме Вот в его Где он живет Проводился Там тоже клали костер Подрубали дерево Но правда Дерево В копанный столбик был То есть Не совсем так Как у ты рассказывала Была имитация Но имитация похожая Потом значит Его куда-то оттаскали Там что-то делали Вот И потом Костер когда разжигали Все подходили По нему стучали ветками Прям по очереди Палочками Ветками Вот И потом С колесом ходили Зажженным То есть Или с факелом Там сейчас уже не помню В общем В 2015 году Это такая Была запись И там это можно Посмотреть Приблизительно Отлично Мне даже интересно Потому что Даже сама посмотреть Как другие проводят По той самой причине Что я рассказываю Только то Что мои родичи проводят И сегодня я себя Не очень хорошо чувствую По этой самой причине У меня немножко Путаются мысли Я прошу меня За это извинить Вот Значит По поводу еще Других праздников Можем поговорить И можем сейчас ответить По поводу Вопросов Которые нам приходят Как лучше сделать Вопросы Давай мы сразу будем Озлучивать вопросы Вот И заодно Какие-то говорить Может быть С этим связанные Приметы Придания Или что-то еще Итак Значит Про закрытые глаза Поговорили Все жизни Так человек себя назвал Доброго здравия Вам люди добрые Подскажите пожалуйста Есть мясо Рыбу Яйца Это вредно? Ну я скажу так В нашем роду Не принято Кушать мясо И рыбу Едят Очень в редких Случаях Вообще Как бы Яйца Тоже практически Не едят Почему? По той самой причине Что вообще То что убиенно Оно накапливает Себе как на флешку Да Как современным языком Сказать Информацию То есть они Как носители Соответственно Если ты работаешь С чем-то тяжелым Трудным Какие-то проблемы В жизни Я прям рекомендую Не кушать в этот момент Мясо Рыбу Яйца Так вообще Как таковое Я считаю Что в каких-то Моментах Даже чем-то полезно Кушать Например Рыбу Потому что Я до сих пор Не докопалась До истины Что именно Там содержится Но Женщинам Рыба Просто Необходимо Но Опять-таки Говорю Если человек Занимается Серьезными Практиками Если человек Находится В трудной Жизненной ситуации Лучше это не кушать Потому что Информация записывается Лучше Подержать Безубиенный пост Тогда Проще Решаются Все проблемы У человека Поэтому Но это все Относительно Не могу сказать Что это вредно Но я бы сказала Так Безубиенный пост Полезен Я сама Как вегетарианка Стараюсь Не пропагандировать Вот эту вот Вещь Как вегетарианство Несмотря на то Что это действительно В какой-то степени Здоровый образ жизни Но Опять-таки Я видела Очень много Женщин К сожалению Что после 7 лет Вегетарианства У них было тяжело С деторождением Если они в этот период Не рожали детей То есть Если постоянно рожают То Проблемы Не появляются Если 7 лет Не рожая детей В этот момент Не кушают рыбу Бывают случаи Бесплодия К сожалению Поэтому Есть Есть сказки И русские И не только русские Славянские Где Как раз для того Чтобы женщина Забеременела Необходимо было Поймать рыбу Золотое перо Необходимо было Специальным образом Приготовить ее И съесть И после этого Тогда уже появлялся Ребенок Так что Насчет рыбы Вот как-то В сказках Есть подтверждение Поскольку Я сам Долгое время Тоже не употребляю Мясного ничего То могу сказать Следующее Я стараюсь Тоже не пропагандировать Это дело Потому что Это выбор Любого человека Во-первых Во-вторых Это готовность Духовная И если человек Не готов То в этом случае Ему это будет вредно Вот я уже убедился Многие пытаются Пересесть на гетарианство Не будучи В понимании Зачем Это нужно И получается Некое насилие Над самим собой Из этого Выходит только худо Добра Из этого Не получает Поэтому Не надо никогда Себя насиловать Во-первых Надо понимать Что Каждая пища Она хороша Для своего уклада жизни Если уклад жизни Вот на этом уровне То необходима Пища этого уровня Если вот на этом То необходима Пища этого уровня Это все равно Что например Белого медведя Перестать кормить Теми животными И рыбу Которую он ловит А жирафа Начать наоборот Кормить пищей Белого медведя У них разные уровни У них разная среда обитания У них по-разному Устроено все Поэтому Просто так Перейти на питание Только силой воли Это Можно Нанести себе ущерб Это неверно Зачем Да Это неверно Во-первых Во-вторых Через волевое Такое Это не наш метод Наш метод Это осознание Наш метод Это ведание То есть мудрость Поэтому становитесь Мудрее Многие люди Которые Например 5 лет Когда с ними Разговаривал Или 3 года Сейчас приходят Говорят Слушай Я вот понимаю Почему тогда Мне это говорил Я сейчас Начинаю это осознавать Говорю ну я рад за тебя Но я ни на кого Не наседал Никому ничего не доказывал Просто они осознали То зернышко просеялось Проросло И наступило время Когда они готовы Уже перейти к другому Уровню своего развития Вот и все Не надо никого Ни в чем Так убеждать Заставлять Поэтому для одного На данном этапе Это может быть вредно Он просто не способен Производить Те вещества Которые ему нужны А для другого Это будет полезно Потому что он уже Перешел на другой уровень Его организм уже готов Потреблять другую пищу Другие энергии Бактерии Которые живут внутри него Они тоже уже Немножечко другого вида Они те Которые были Например Год назад И он готов Принимать эту пищу Мысли и устремления Тоже поменяли Все Замкнулся круг И человек переходит На другой образ питания Так что однозначно сказать Вредно или не вредно Нельзя Единственный вред Который я себя вижу На самом деле Любое убиение Это не есть хорошо Вот за любое убиение Вы несете ответственность Неважно Сами вы убиваете Или вы платите за убиение Или идете И покупаете уже убитое Вы все равно За это будете платить Вам придется объяснить Зачем вы это делали Вот это единственное Что вам надо учитывать На сегодняшний момент Больше ничего учитывать Вам пока не надо Идем дальше Василий Саратов Вопрос Лада А у меня бывает Не очень часто Мельком Пролетают ужасно Хорошие запахи Я не могу понять Откуда это И задерживать их не могу Что это такое Откуда Может из дикого детства Значит Расскажу Что Чувствование запахов Это тоже Одно из Ясно Чувствований Так называемого Одно из Способностей Экстрасенсорных Которые были У наших предков И если у тебя Идут С какой-либо Странные Запахи Которые тебе нравятся Обрати на эту сторону Внимание Тебя что-то хотят Подсказать То есть Слушайте Богов наших Они по-разному Проявляют себя Проявляют Подсказки Куда нужно Пойти Что с этим делать Так что Чувствование запахов Значит Обрати внимание Если что-то пошло Значит Где-то впереди Есть Какая-то Подсказка Меня единственное Немножко смутило Ужасно Хорошие запахи Написаны Это да Красота И дикого детства Да и дикого детства Красота Страшная сила Сразу вспоминается Вопрос В эфир от Олега Из Иркутска Доброго здравия Лада Какие основные Правила Ты можешь Предложить Своего багажа Знаний Чтобы люди Просыпались Ото сна Невежества Ну например Вот я встречаюсь По роду Своей общиной Общиной деятельностью С людьми Как мне Наводящими Как мне Наводящими Вопросами Репликами Заинтересовать Людей Для пробуждения Их родовой памяти Снятие шор Уход От ложной матрицы При условии Их собственной Заинтересованности Назови Несколько основных Ключиков Лада Но очень надо Благодарю Во-первых Основная Цель Всегда Для раскрытия Подключения К вежеству Что это Не насилие В первую очередь То есть Ты с человеком Общаешься И тебе нужно Вывести его До того Чтобы он Это понял Просто начни Ему рассказывать Ситуации Из жизни Как например Почитание Родных Своих Родные Никакой Как бы Что я Что я Что я Могу Рассказать Как Ты Считаешь Правильно Это Или Неправильно А давай Ты посмотришь А потом Мы с тобой Об этом Поговорим Как только Человек Начинает Сам Интересоваться Захочет Сам Посмотреть Что-то Найти По этой Теме Все Он уже Включился Он Заинтересовался Вот Таким Образом Я Рекомендую Это Делать То есть Направлять На действие На какое-то Развлекая Увлекай Увлекая Направляй Все очень просто И опять же Для чего вы хотите Людей Куда направить Просто Из-за своей Гордыни Потому что Вам показалось Что вы На правильном Пути И хотите Подтвердить Свою правоту И тем самым За собой Кого-то Тащите Или От чего-то Другого Вот когда Вы разберетесь В этом Тогда Вам Боги Будут Помогать Или Не Будут Помогать Вот И все Так Дальше Вот Вопрос В эфир Вижу От Владимира Изматищ Лада Здравия Тебе Я Осознаю Огромнейшую Ценность Собственного Существования В результате Жизненной Борьбы И страданий Практически Бесконечной Цепочки Моих Предков Именно Поэтому Я чувствую Что Обращаюсь Обращаться Нужно Вовсе Не к родовому Потоку А к матушке Земле Как к Изначальному Живому Существу Новообразимых Невообразимых Размеров И сил И чувствую Что мои Предки Делали так же Почему Ты обращаешься К роду А мать Землю Игнорируешь Для меня Это совершенно Непонятно И страшно Аж Шерсть на спине Дыбом Становится Как Как так У меня вопрос Володь Я как-то Стал сомневаться Когда ты Про шерсть Стал говорить В твоем Обличье Ну ладно Оставим Это Так К матушке Земле Конечно Нужно Обращаться Но она Не является Твоим Прямым Потопником Хотя Может быть Ты так Считаешь Что Все Мы вышли С земли Матушки Земля Матушка Это наша Поддержка Это наша Матушка Кормилица Естественно И почитание Обращение К ней Следует Проводить Ну Родовая память Это совсем Другое Это не совсем То Что именно Матушка Земля То Какие Обращения Мы проводим К роду Матушке Земля Это немножко Разное Мать Земля Не может Дать тебе Знания Она может Дать тебе Возможность Для существования То есть Изобилие То есть Это немножко Разные Направленности Обязательно Конечно Надо Почитать Нашу Матушку Землю Мы на ней Живем Ради нее Мы Какие-то Моменты В своей Жизни Проводим Мы ее Защищаем Оберегаем И она Защищает Оберегает Нас Конечно К ней Обращаться Стоит Но Никто Ее Не Игнорирует А вот Обращение К роду Она приводит Именно К потоку знаний К веданию Матушка Земля К сожалению Нам ведание Дать не может Она может Конечно Через камни Через что-то еще Хоть как-то Передать информацию О предыдущих Событиях Событиях Прошлого Но Как таковую Саму информацию Ну Ей сложно Это делать У нее Другая Направленность Если запрос То дашь То может быть И в этом Поможет Но Ей будет Это сложнее Чем допустим Твоим предкам Который Имеет Такую же Вибрационную Структуру Как и ты То есть Они люди Она Матушка Земля Она Божественная Как бы это Даже назвать Я не знаю Божественное Существо Которое Просто Имеет Немножко Другую Структуру С человеком Она По-другому Вибрирует По-другому Дает информацию Ты можешь Даже неправильно Считать К примеру Неправильно В том понимании Что для нее Это будет правильно Не всегда Правильно Для тебя Потому что Вы немножко Разные Если она Это будет Кому-то другому Там рассказывать Я не знаю Камушку Камушек Поймет Замечательно На сто процентов Поэтому Обращаемся К роду Надеюсь Я тебя правильно Поняла Владимир Владимир написал Про шерсть Это шутка Стараясь По возможности Любой вопрос Разбавить шуткой Отлегло Володя Отлегло Вовремя сказал А то уж Я тут начал На самом деле Я тоже хочу добавить Дело в том Что Давай так представим Что важнее Для человека Увидеть Золотое зерно Или Знать Как его не потерять Что для человека Важно Просто знать Что ты можешь Сесть за стол И покушать Или ты знаешь Как добраться За стола Чтобы не выбить зубы И не сломать руки И покушать Понимаете В чем дело Самое дорогое На мой взгляд На земле Это Негативный опыт Твоих предков Который ты можешь Использовать Как лоцманскую карту Для того Чтобы не наткнуться на риф Они Своим трудом Своей жизнью Проложили Этот путь Натыкаясь Как слепые котята Потому что было Убрано ведание Натыкались На то Что Тебе сейчас Не нужно в жизни И ты Используя Их опыт Величайший опыт Можешь Теперь Спокойно Двигаться По этому морю Не натыкаясь На эти Выступы Которые тебя Могут подстерегать На которые Они уже наткнулись Если ты Обладаешь Этими знаниями То в этом случае Твоя жизнь Будет проходить Более правильно И более спокойно Более верно Поэтому Отвергать Опыт Предков Тем более Негативный Прошедший Через страдания Это Отрезание Тех знаний Которые В твоей жизни Могут быть Очень и очень Важны Позитивный опыт Это замечательно Хорошо Тебе расскажут Как радоваться Как это делать Как то делать А без негативного опыта Ты эту радость Можешь превратить В горе Вот и все Согласна Как карта рифа В море Зная Где рифы расположены Можем обойти Ну да Приблизительно Так я постараюсь Образно просто Передать Да Поэтому Просто Поэтому просто Надо это Осознавать Осознал Молодец Не осознал Ну что ж Матушка земля Дает тебе Возможность развиваться Да у нее Свои знания Они великие Но опыт предков Тебе подсказывает Как на матушке земле Жить Как с матушкой землей Сосуществовать Чтобы ее Там не испортить И чтобы она Давала тебе То что тебе необходимо Ни одно Ни другое Отвергать нельзя Как и небесного отца Небесную мать Так и земных Мать и отца И братьев Сестер и так далее Антон 07 Здравия всем Лада Скажите Когда будут проводиться Семинары в Москве Благодарю Семинары будут Скорее всего В конце января Точную дату я пока не знаю Но мы Думаю Обязательно Как-то это озвучим Может быть В эфире радио В издательстве Белой Альвы Будет проводиться Там можно Поинтересоваться Но пока еще Расписания на Москву У меня нет На Питер У меня расписание Есть Ребята Я еду 9 января В Питер И буду проводить В Питере Семинары Поэтому Все желающие Присоединяйтесь Вот Приходите на семинары Мой телефон Кому интересно Я сейчас В чате Напишу Чтобы можно было Связаться Со мной Не так Что прям сильно Беспокойте Но пожалуйста Я всегда на связи Появился Нет он у нас в чате Ага Вижу Так появился Я пока Следующий вопрос Следующий вопрос Задан таким образом Что там упоминается Некая фамилия А у нас есть правило На радио Мы не называем фамилии Тех людей Которые не присутствуют Тем более Что здесь написано Прочитано в интернете А интернет Такая штука Что общественный забор В общественном туалете Здесь можно писать Что угодно Поэтому Я фамилии не называю Но суть расскажу В общем Алексей Тарасов Который за этот вопрос Был на Купале Этим летом И там проводились Именно речения Определенные общины Там было несколько общин Но узнав про участников Решил поинтересоваться Что же там такое И наткнулся на просторах интернета На шокирующую информацию Что один из волхвов Вот он поклоняется Почитает индуистскую богиню Разрушительницу А родная культура Для него является Я так быстро на ходу Переделываю этот вопрос Является только прикрытием Проведя анализ Символики обрядов Получается Что человек Использует чужой эгрегор Откачивая жизненную силу Доверщих людей Пришедших на праздники И другие обряды Узнав всё это Становится страшно Не только за себя Но и за других Как не попасть в ловушку А ещё Как не попасть К астральным паразитам При медитации Благодарю То есть два вопроса Ну, ребят В первую очередь Когда вы идёте на праздник Если вам что-то интересно Каким должен быть Приблизительно праздник Я всегда на связи Я есть вконтакте Находите Лада Ведуни Через Яндекс Пишите Не стесняйтесь Я всем отвечу И даже скину приблизительно Что должно быть на празднике Чтобы, во-первых Понимать суть Первый раз Приходя к кому-то Всегда Будьте на чеку У нас, к сожалению В Воронеже Тоже творятся чудные дела Не очень хорошего плана И тоже Есть люди Которые не совсем понимают То, что они делают Либо они нарочно это делают Но мы не будем О них сейчас Вот Ну, в любом случае Делаются большие Нехорошие вещи Либо Чтобы дискриминировать Нашу культуру Либо ещё что-то Не знаю К цели задачи Не хочу Вот Но в любом случае Когда вы куда-то приходите Чувствуете Насколько это правда По ощущениям По физическим Что я делаю на семинаре Я показываю Как ощущениями своими Понимайте Где правда Где кривда Придите первый раз Посмотрите Не понравилось Лучше не ходите туда Поищите там Где вам понравится Не надо там Усуждать сразу кого-то Может быть люди Просто не в курсе Как должно быть Да Может быть они заблуждаются Есть возможность Направьте их Нет возможности Ну, не лезьте Не воспринимают Пусть живут так Как они живут Это их выбор Их желания Вы просто Идите туда Где вам комфортно Где вам хорошо Где вы чувствуете Внутренний Резонанс С этими людьми С этой общиной С этими праздниками Выход здесь Только один Вы пришли Вы посмотрели Вам что-то Не понравилось Ну, не проводите Вы чувствуете Что обряд не идёт Уйдите с него Потому что я видела Как тёмные обряды Проводят допустим В Воронеже Во время Проведения Купала Проводят тёмный обряд Отдачи душ Маре За счёт того Что Ну, людям так удобно Они жрицы Мары И, соответственно Люди, не понимая Повторяя За человеком Привели очень большим бедам И себя И свой род И своих детей Вопрос в том Что не нравится Чувствуешь Что где какая-то Кривда пошла Ну, не проводи Ты этот обряд Не участвуй Ты в этом Посмотри со стороны Тогда ты от этого Бережёшься Если ты уже вошёл В этот обряд Что ты делаешь Чувствуешь Что слова Волхва Идут как-то не так Что-то тебе Вот не резонирует Отмени Прям вот внутри себя Скажи Отменяю 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 И выйди лучше Из круга Проведения обряда Единственное Говорю Тут способ И это просто Не участвовать в этом Это вот единственное Что можно сделать Свою голову Не поставишь ко всем Поэтому Не пытайтесь Кого-то там осуждать Выяснять Чувствуете не ваше Ну, не ходите туда больше Вот и всё Первое, что необходимо Как уже говорилось Развивать чуйку И выстраивать Родовую связь Родовую нить Родовую память Чтобы это всё Действовало А не просто Об этом говорить Дальше На многих обрядах Я на самом деле Ощущал присутствие Навников Которые появляются То есть много Купалей, кстати На некоторых купалах Когда проводятся обряды И люди находятся В каком-то таком Пограничном состоянии Особенно те, которые Хлебнули алкоголя Такие тоже бывают И там навники Просто вылезают И прилипают Это страшные вещи Творятся Но, опять же Если ты начинаешь Здесь проявлять себя И начинаешь Махать мечом Направо-налево Ты становишь Объектом нападения И тут Если не готов Если ты не воин А только тебе кажется Что воин Тебя не будут спрашивать Кажется тебе или не кажется С тобой просто будут Разбираться по-взрослому Поэтому просто Ты должен стать нейтральным Для них Ты наблюдатель В данном случае В данной ситуации Но ни в коем случае Не лезь в бой Просто понаблюдал И выходи оттуда Вот И в следующий раз Старайся сюда Не приходить К этим людям Которые занимаются чернухой Потому что Если чернуха присутствует В этом случае И они питают дрянь Которая потом Нас же всех ожирет Вот это надо все учитывать Но Развивайте чуйку Развивайте родовую память Открывайте Работать через родовую нить Или родовой канал Как нравится И все будет У вас хорошо Всех советов Я не дам Я думаю Что это вряд ли Тоже дашь На ваших короткой передаче Советов Общайтесь чаще С добрыми людьми Общайтесь чаще С хорошими людьми Набирайтесь опыта Становитесь сильнее Нам сейчас Необходимо Просто Становиться Человеками Так Дальше идем Телефон Этого и сбросил Кто в чате Те его могут видеть И позвонить В следующем Вопрос эфир От Юрия Из Бреста Лада Есть ли техники Вернуть свою энергию От лярвы Которая ее высылала Да еще и с бонусом вернуть Можно Есть для этого Техники восстановления энергии Если ты уже избавился От негативных Подселенцев На вдохе Поднимаешь поток земли Снизу вверх Через чакру исток Выпускаешь через чакру Родник Да Все знают Это район копчика Исток И район макушечки Родничок Это родник Снизу вверх Энергию земли Сверху вниз Энергию космоса С родника в исток И вот такие упражнения Делать как минимум Три раза в день И желательно Еще потом Три раза закручивание По часовой стрелке То есть Встать Ручки на ширине плеч И Три раза покрутиться По часовой Это вот хорошая Энергетическая гимнастика Которая Помогает восстановиться Вот кратенько так Да Хорошо Во-первых Не надо бояться Потери энергии Потому что Потери энергии Это нормальный Вид существования Из жизни Вы всегда что-то принимаете Что-то отдаете Если из вас Кто-то отсосал что-то Это еще не означает Что вы потеряли Жизненную силу Давайте вот Хотя бы так Относиться Пиявка иногда Отсасывает Но она приносит добро Поэтому Некие лярвы Они могут Присазываться к вам Только потому Что слишком много У вас энергии Негативной Они же ей питаются Поэтому Низкий поклон Такой лярве Поклонитесь Она вас спасла С того чтобы вы Сами себя не разорвали Но когда она вас Убрала Необходимо восстанавливаться Восстанавливаться как Позитивом Хорошим настроем Упражнений Которых огромное количество Есть и китайские Восточные Наши Из наших Это Различные гимнастики Вот мне нравятся Люди которые В мудре.ру Они там занимаются Восстановлением Энергетического Каркаса Посмотрите Мудра.ру Очень позитивный Настрой у них Присутствует Неоднократно Смотрел чем они Занимаются Да вот они Марат Денис У нас были Неоднократно В наших передачах И рассказывали Мудра через У Ну как Игрик Вай Через наше Пишется Мудра.ру Вот Но это как бы Не реклама Просто Вот Есть упражнение Белая яр Есть и другие упражнения Занимайтесь Но главное Что вы Как у людей мыслите Да Как по буквице В общем что вы мыслите Для чего вы мыслите То вы на самом деле И есть Вот это все учитывайте И тогда проблем не будет И тогда вам не нужны будут Лярвы Как пиявки Отсасывающие Вашу дурную Вот это вот Какие-то мысли дурные И так далее Не нужны будут Спасители В виде этих лярв Потому что лярва Она же питается И она может Что-то больше отсосать Это вот Есть такое дело Но она просто так Не присасывается Имейте это в виду Что мыслите То и получайте Дальше Аркуинон Алексей Как-то ты принижаешь Наших предков Они вряд ли тыкались Как слепые котята Уровень их знаний И ведоми был гораздо выше Чем нашего Хотя в разные времена Были разные ситуации Но все же нужно И переданы нам наследие Ну во-первых Аркуинон Благодарю тебя за вопрос За реплику Ты сам ответил Уровень их знаний И ведоми был гораздо Выше нашего Но хотя в разные времена Бывали разные ситуации Теперь давай вернемся К вопросу от Владимира Владимир уточнил Что его предки И он дальше рассказал Что там происходило Страдания и так далее То есть если в жизни Присутствуют страдания И переживания То это уровень Все-таки слепых котят Так вот Если родовой памяти Ближайших поколений Нет высокого ведания То в этом случае Их опыт Как слепых котят Которые наталкивались На разные Тоже положительные Тоже может быть положительным Вот это я имел ввиду А не то что я говорю О наших великомудрых предках Как слепых котят Я говорю о предках Которые в данном случае Владимир назвал Я думаю Инцидент исчерпан Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Лада Скажи уже Олегу Олеговичу Вот если Здравия Олег Олегович Да Если богами Определена жизнь человека Сплетены Доли и недоли Нити судьбы То как же Информация На руках людей Левое Что дано Правое То что нажито И линия По моему наблюдению На правой руке Меняются Значит все-таки Человек меняет В какой-то степени Божью волю Корректирует свое бытие Благодарю Конечно Олег меняет И меняет Очень сильно У нас всегда есть Восемь путей Развития событий И понимая Куда нужно идти Человек может выбрать Тот путь Который ему нужно Поэтому и меняются Эти линии На правой руке Потому что Приблизительно Так и называемые Рэперные точки Есть Приблизительно Раз в три месяца У человека Есть эти рэперные точки Есть возможность Изменить судьбу У кого-то есть чаще У кого-то есть Внутри рэпера Возможность Изменять что-то Обязательно Меняется Мы Каждый день Каждую секунду Каждой мыслью Каждое слово Мы творим Свою реальность Поэтому меняем С радостью С состоянием Позитивным Меняем свою судьбу На правильное Осознанно И здесь Все-таки было написано Все-таки человек Меняет в какой-то степени Волю Божью Так Не он Меняет волю Божью А совместно С богами и предками Происходит Корректировка Его жизненного пути Волю Божью Изменить невозможно Надо понимать А то Они и боги Да Ты можешь Подкорректировать И они могут Подкорректировать А воля-то Всегда одна Чтобы ты развивался Тебе дают Возможности Развиваться Где-то пендаль Где-то покажут Где-то человека Подведут доброго Кто-то ласкан Слово Кто-то пряник Кто-то кнутом В зависимости Какой уровень Уровень скотина Значит нужен Кнут Палка Пендаль Уровень человека Значит нужно слово Уровень жреца Волхва Значит нужна мысль Все очень просто Какой уровень То и получаем Поэтому Изменить волю Божью Невозможно Подкорректировать Свой путь С участием Этой воле Божьей Да пожалуйста Никакого противоречия Здесь нет Косичка Вопрос в эфир Добрый вечер Я слышала Что вступая в брак Женщина выходит В род мужа И берет на себя Определенные задачи рода А что происходит При разводе Женщина возвращается В свой род отца Остаются ли какие-то Последствия От рода бывшего мужа Благодарю Хочу расстроить Косичку Женщина не выходит Из рода Мужа никуда Сколько бы мужей У нее не было Это каждый раз Будет Вступление в новый род И объединение родов Объединяя роды Ты уже не выйдешь Из того Куда ты вошел Поэтому Беря Замуж Женщину С Несколькими Замужествами Ты понимаешь Что ты объединяешь С теми родами Ее мужей Предыдущих С которыми Были соединены Эти рода Но опять-таки Это если прошел Обряд Соединения родов Вообще у нас Даже и не принято было Уходить-то в другой род И Только в случае Смерти Мужчина Женщина уходила Имела право Замуж выйти за другого И наши предки Не просто так Мудро подходили К этому Вопрос Это сейчас Очень легкомысленно К этому вопросу Относится Раньше Очень мудрые Очень сложные Приготовления были К обрядам Свадебным Мы как-нибудь Тоже наверное Проведем по свадебным Обрядам Я очень много По этому поводу знаю Вот если это интересно Это интересно Да Но учитывая Что уже почти час У нас прошел И нам скоро Надо закругляться Ты не переживай Алексей Мне полегче Немножко стало Так что я могу Пока с вами Побыть еще Ну уже хорошо Видишь Наш эфир Целебный Для всех Поэтому мужчина Может брак взять А женщина Поэтому лучше Применять слово Союз Между мужчиной Женщиной Создание Союза Освещение Союза И так далее Потому что брак Это одноправленное И брак все-таки Он тогда Когда именно Берут Когда невеста Когда берут Ту Которая Неведущая Тогда брак А когда ведущая Это союз Да То есть получается Когда у нас Ведическая основа Ушла Из-под почвы Тогда необходимо Было вернуться На такой Очень примитивный Образ существования Выживания Скажем так Вот тогда уже был брак Когда просто мужчина Забирал Брал к себе Все Женщина Хочешь не хочешь Нравится не нравится Спи со мной красавицу Все Вот поэтому Слово брак Он применим Или когда К сожалению Что-то у девочки И у женщины Не то нормально Вот тогда Ну приходится брать Вот А сейчас Брачующееся слово Как будто два мужика Друг за друга Выходит замуж Да Вот как-то Непонятно Поэтому давайте Все-таки слово брак Применять по назначению Я ничего плохого Там не вижу Но есть оно и есть Ладно Но просто по назначению Хотя бы слова Вот И то что женщина Входит в рот мужа Это да Разорвать связь Как ты правильно сказала С предыдущим Мужчиной С его родом Практически невозможно Потому что Если были Половые соития Если были Какие-то обряды То в этом случае Тем более дети То все Да То это уже На всю жизнь У вас печать стоит Никуда вы от этого не денетесь Не любой жрец Не любой волх И обряд идеи Возьмется для того Чтобы убрать Эти какие-то вот печати Не любой Я бы даже не рекомендовала Это делать Надо просто С уважением Относиться к тому роду В который ты входил С человеком С которым ты разругался По какой-то причине Разошелся И опять-таки С уважением Относиться к этому человеку И благодарить Вообще род За то знание Которое этот человек Тебе принес В любом случае Тогда не будет Нарушений Каких-то Вообще В жизни Да Все правильно Я просто Потому что говорю Даже если будет Никакая необходимость Не любой жрец И волх Возьмется Потому что Это очень серьезно Все Это очень серьезно И просто так Никто там Махать палочками волшебной Как Гарри Поттер Не будет Вот Поэтому Если уж вы По какой-то Надобности Оказались В роду Который По каким-то причинам Был проходящий То есть Необходимо было Там ребенка Зачать И породить его Да Такое тоже бывает В наши времена Что ребенок должен был Появиться на свет Непонятно Почему По молодости По глупости Но так нужно было Вот давайте относиться Все-таки С таким Ведическим пониманием Если вы Оказались В другом роду Который бы Каким-то причинам Вас не устроил И вы разошлись Не надо его Грязью поливать Он оставил то Что вам необходимо Было взять Может быть Из прошлой жизни Что-то вы не добрали Может быть Необходимо было Рождение детей Может быть Необходимо было С кем-то встретиться Да мало ли что Никогда Проклятий Не посылайте Берите все С уважением И благодарностью Этот человек Вам когда-то Мог подарить Какое-то счастье Может физиологическое Мог подарить Вам ребенка Который станет Может быть Гениальным Мог вам создать Какие-то неприятности Которые вас Чему-то научили Поэтому никогда Дрянью Своих Возлюбленных Прошлых И близких людей Не поливайте К вам же Это все вернется Так вот Идем дальше Вопрос эфира Дмитрия Здравия всем Можно ли называть Ребенка Лада Не является ли это Приземлением Богородицы Благодарю Дмитрий Правильный вопрос Не каждого ребенка Можно называть Именами богов Вообще Именами богов Разрешено было Только называть Всеми Хведичи То есть Там где Изначально Люди Находились В состояние В состоянии Чародея Или Учителя Великого Учителя Опять-таки Учителя Чародея То есть Лада Это Как и Допустим Ярила Были названия Имена И Леля Были эти Имена И их Использовали В быту Но Называли Только Людей Которые Относились К Ведическому Сословию То есть Сословию Жрецов Учителей Чародеев То есть Не каждому Ребенку Если назовете Допустим Ладой Ребенка Который Относится К мастеровому Классу У него Просто Начнется Неуправляемость В развитии То есть Его будет Тянуть То в одну Сторон То в другую То Ну В общем Сложный Ребенок Которому Потом тяжело Что-то Объяснить Чему-то Научить Потому что В раздрае Находится Между своим Сословием И сословием Имени Тоже А сословием Имени Я вот очень Много в книге Написала Расписала Именно по сословиям Какие имена К чему относятся Потому что Это важно Наши предки Это знали И именно Речения Надо учитывать Обязательно Сословие К которому Ты относишься Выяснить Что у тебя Получается Лучше всего И только После этого Давать Какое-то Или выбирать Какое-то Имя Потому что Называет Допустим Воина Всесветом Или Не знаю Велеславом К примеру Воина И все Воинские Силы У него Ослабляются То есть Он превращается Больше в учителя Больше в ведичи Нежели Воина То есть Как воин Он уже уничтожен Именем одним Поэтому Очень важно Понимать Сословность Которой ты находишься Нет плохих Сословностей Нет высшего Или низшего Сословности Есть Прекрасные Во всех Сословностях Люди Мастера И Учителя То есть Мастер Есть великие мастера Которые делают Такие вещи Которые никогда Ни в одном Другом сословии Сделать невозможно Есть Купцы Которых Без которых Без которых бы Вообще Ничего не существовало Бо Экономику держат На себе Все Прекрасные Воины Без которых Нашу землю Некому было бы Защищать Прекрасные Учителя Без которых Ничего не научишься Не надо называть Смешанно Тогда будет все хорошо Тогда не будет Никакого приземления Если назвать Конечно Мастера Ладой Ну Не то будет Просто с ребенком Приземления Нет никакого Потому что Это Как бы Ребенка отдается Именно на покровительство На служение Тому Богу Которым Именем Которого называют По факту Это Конечно Очень сложная Судьба у человека Потому что Вот Давая мне имя Лада Понимали Что Моя задача Будет Ладить Мир вокруг Это Большая ответственность Это Ладить Весь мир То есть Брать на себя По факту Обязанности Помощника Богини Поэтому Очень важно И очень Нужно Десять раз Подумать Прежде чем Называть Такими именами Детей Конечно Вопрос От Виктора Правильно ли Я понимаю Что девочек Звали Вестами До 16 лет Так как Они в это время Получали Весть Богов После 16 Девушки Становились Невестами И многие И могли Выходить Замуж Другими словами Невеста Это неведущая Достигшая Определенного Понимания И возраста Ну Я могу Сказать Только как у нас В роду Считалось Может быть Где-то так и считалось У нас считалось Немножко по-другому Были Невежи Вежи Весты И невесты Невеста Это та Которая вообще Ничему не обучалась Никогда К сожалению Такие были И было много Поэтому у нас Так считалось Взять В супруги В жены Невесту Означает Совершить Не брак Бракованное Вот я Слови брака Как у нас считалось Вот И девушки До 21 Года Обучались Навест С 12 До 21 И Ну Во всяком случае Те знания Которые мне Передали Мои предки До 12 Они обучались Вежеству То есть с 3 До 12 Это Вежи С 12 До 21 Это Весты И Взять Конечно Весту Замуж Считалось Прям Причем 16 лет Просто Разрешалось Уже Быть Быть Девушкой На Выдание То есть Ты еще Обучаясь Имела Право Не окончив Допустим Полный Курс Весты Или же Продолжая Курс Весты Выходить Замуж Ну Как правило Как правило Все-таки Старались 21-летнего Возраста Достичь Мужчин Вообще Раньше 21-го Года Не женили Ну Вот Я говорю Те знания Которые у меня По роду Может быть Где-то В других Губерниях В других Местах Как-то По-другому Считалось Но у нас Считалось Именно так Понятно Понятно Так Ну в общем-то Все вопросы Мы с тобой Озвучили Я предлагаю Немножко Пройтись По гаданиям Все-таки Какие варианты Гадания На твой взгляд Приемлемы В эти дни Которые у нас Будут до кресения 6-го января По тому календарю Которые Ты Споведуешь Придерживаешься Которые Наверное Так сказать Правильно Ну давайте Очень простенькие Самые простые Гадания Это На бобах То есть 41 боб берем Это 41 фасоль Лучше брать Разных цветов И Берем по кучке Три кучки Разделяем Не глядя И оттуда Берем по 4 фасолинки Пока не останется Одна, две Или три фасолины И эти фасолины Смотрим Значит Если четное количество То какие-то препятствия У вас на пути По заданному вопросу Если Четное количество Вернее Да Препятствий Если нечетное То наоборот Все хорошо И Обычно Как Если вопрос Да нет Можно просто Одну кучку Оттуда высчитать И посмотреть Сколько бобов Осталось Если Вопрос задан На какую-то Определенную ситуацию То первая кучка Это будет у нас Мысли Второе намерение Третье деяние То есть Первая кучка Будет означать Мои мысли Правильные Два боба Допустим Это Нет Один или три Да Дальше Следующая кучка То что я делаю Правильно Да или нет И действия Которые совершаю Правильно или нет И Также Можно Вообще Поставить Какую-то Определенную Задачу И образ И по этим Бобам Гадать То есть Это просто Легко По картам Можно гадать И на воске Восковые Гадания Самые простые А вообще Перед Шестым Числом Очень Много Гаданий На зеркале Валенком Девичьи Мужские Ну мы С тобой Как раз Записали Я думаю Там Более подробно В том эфире Будет И пусть Ребята Там посмотрят А пока От Калиды До Шестого Числа Сейчас Мы Проводим Гадания На То Как Какие Значит У нас Возможные Изменения Что нужно Отработать Доработать Как изменить Судьбу То есть Мы сейчас Делаем Анализ Того Что было В прошлом году И Того Что будет Следующим И как Можно это Корректировать То есть Как изменить Свой путь Вот на это Стоит проводить Гадания А способ Гадания Их очень Много Выбирайте Сами Какой вам Удобнее Вот я сказала Те которые Сейчас наиболее Приемлемы На данный момент А вообще Гадания Рождественских Очень много Очень много Ну как их называют Рождественские Что в интернете Можно посмотреть Ну Я их называю Гадания Калядные Вот Калядных Гаданий Очень много И Множество Множество Разных Давай лучше Про праздники Поговорим Алексей Так давай У нас Немножко Совсем Времени На мой взгляд Все равно Осталось Не буду Тебя задерживать Поэтому Начинай Ну Давай Быстренько Пробежимся По праздникам Как проводят Мои предки Я не Ставлю это В абсолют Да Принимая возражения Тем более В эфире Мне сейчас Это будет Очень интересно Значит У нас Начнем Давайте С января Просто По порядку Какие были праздники В нашей семье Именно Обрядовые праздники Которые Имели Магический Сакральный Смысл 6 января У нас проводили Водокрест 12 января Огненный Меч Это Очищение Духа И день Примирения 28 января Великолепный Магический День Кудесы Зимние Это Чародейный День 2 февраля Всем известный Чародейный День И обережный В том числе Громница 11 февраля Это Чуры День День Почитания Предков Домового 21 февраля Обряд Изменения Судьбы Стребух Весновей Проводились Именно Речения В этот день Зимние Именно Речения Начинали Больше Проводить 21 февраля 9 марта Сороки День Благой Судьбы Заклички Весны 20-23 марта В зависимости От Сонсостояния Комоедица Весеннее Равноденствие Вернее Прошу прощения Не Сонсостояние Комоедица Наша По-другому Сейчас Масленица Поворот Солнышко На Лето 5 апреля Стребух Это Очищающиеся Стихийное Очищение Воздухом 14 апреля Карга Это Очищение Духа День Примирения 26 апреля Чудесы Вы можете записывать Если тяжело Я еще раз прочитаю Чтобы вам было удобнее 26 апреля Чудесы Это Чародейный День Подобный кудесам Зимним Это Одно Коло Седьмое Здесь Опять-таки Заговаривает Живую и мертвую Воду 26 апреля Собирает Рассум 30 апреля На 1 мая Радуница Обряд Включения В рот Проводится 10 мая Живо Это День благополучия Оберегания Земли И обряд Плодородия Опахивали Землю В этот Как бы Землю саму Не трогали А палочкой Опахивали Поле Как бы Защищали И больше Не трогали То есть В ночь С 9 на 10 10 мая Отдыхали И Кормили молоком Землю Матушку Почитали Матушку Вагиню Нашу землю Вживо День 28 мая Это день Стребох Тепловей Опять-таки Изменение Судьбы 3 июня Троян День Когда Соединились Сварох Перун И Стребох Воедино В Трибожье И Победили Все темное На земле Вот Это защита Темных сил День Благой Судьбы 21-25 июня Обережный Когда огонь Выжигает Му и активирует Оружие Мужскую силу 11 августа День благополучия Велеса Или Споженки Все дни Хочу уточнить Варьируются Плюс-минус Три дня В зависимости От лунных суток От солнечных суток От состояния Планет Астрологии Наши предки Очень сильно Увлекались И Использовали Ее Поэтому Плюс-минус Три дня И Споженки Опять-таки Это праздник Который проводится В зависимости От регионов Я сейчас читаю Календарь Который подходит Именно для Центрального Федерального Округа То есть Москва Черноземье Центральный Федеральный Округ Так 21 августа Стребух Волховей Это изменение Судьбы 9 сентября Род и Роженицы День Благой Судьбы 20-23 сентября Это Осенины Это Кологодный праздник Осеннее равноденствие 5 октября Мать Сыра Земля Очищение Землей Это Стихийный Праздник 14 октября Птичка Ракша Была у нас Такая птичка На Руси День примирения 26 октября Макошье Чародейный Праздник Так 30 октября По 1 ноября Осенние деды Обережный 10 ноября Мара Благополучие Обряд укрывания Семян Снегом Здесь Мар выступает В своем Светлом Понимании Мара Та, которая Оберегает 28 ноября Стрибок Стужин Это день Изменения Судьбы 3 декабря Это Веста Когда Женщины Обменивались Опытом Предмудростями 21-25 декабря Это Коляда 21 декабря На солнцестоянии У нас Карачун И Через 3 дня На рождение Идет 24-25 декабря У нас Коляда Так Я коротко Озвучила Есть какие-то там Вопросы Я потом тогда Более детально Вопрос здесь был такой Что очень быстро Продиктован Но с другой стороны Тяжело На Раду пишет Тяжело Ни слова Цифры только успеваю Записывать Так у нас Запись вообще-то Планируется И можно поставить На паузу И можно еще Прокрутить назад Вот для тех Кто еще не догадался В плеере Прокрутить назад Я говорю Тех кто слушает Нас в записи уже Пожалуйста Остановите Нажмите на паузу Верните чуть назад И прослушайте еще раз И сравните с тем Что вы записали Вопрос поступил Вот какой Не пью Последнюю болячку Убрал Но здесь надо полностью Вестник богов Олег из Иркутска Лада Давным-давно В одной из далеких галактик Я пил и курил И вот уже восемь лет Не пью И не курю Два года не пью Ну в общем Здесь так он пишет Об этом своем Пропускаем Последнюю болячку Убрал в том числе При помощи народного радио Вопрос На дежурстве В состоянии полудрема Меня посещала Любопытная сущность Огромная черная пантера Которая появилась В левом углу помещения И плавно По округлой траектории Заходила мне С прицелом На мою шею Двигалась она Не сильно быстро Но мои движения Были еще медленные Но в последний момент Я все-таки Успевал среагировать И ударить ее по морде После чего Она исчезала Было это не один раз Также посещал Маленький ребенок Со взглядом демона Описанные события Были в трезвом состоянии Так он на всякий случай Уточняет Что это за сущности Известна ли тебе Их природа Их хозяин И мир их обитания Благодарю Да Мне известно Сущности Такие есть А так Они на тебя ведут Потому что Ты можешь Входить В медитативное состояние В состояние Бодрствования Это кстати Очень замечательно Что ты так умеешь И что ты можешь Различать их Это вообще Людям Со способностями Дано И К сожалению Это сущности Параллельного мира Которые реально Хотят Каким-то образом Занять твое тело Бояться их не стоит Делаешь ты все правильно Просто нужно отгонять В этот момент Если ты их видишь Атакуют они Потому что Ну Очень замечательно Есть у тебя способности Значит магические Раз ты их видишь В роду твоем Веречье Видимо были Поэтому Главное Не бояться Чувствуешь Гони Если тяжело Если постоянно Атакуют Поставь защиту От сущности Это единственный способ А так вообще Потому что У тебя было Изменено состояние Видимо Они твое тело Занимали Какое-то время Естественно Они пытаются Вернуться Как только Ты от них Избавился Так что Рекомендую Поставить защиту В этом случае И не бояться Вопрос от Елены 777 А более подробно Где можно взять Описание праздников И почитать о них Сейчас Очень подробную Книгу Сдала в издательство Скоро должно выйти Спрашивать в издательстве Белого Альба Когда будет Как раз будет Книга По этим праздникам С источниками Подтверждения Или опровержения Того Что знали Мои предки То есть Что я нашла С научной точки зрения Вот Книжка Должна выйти Как обещала Светлана Николаевна В первых Трех месяцах То есть В первом квартале Следующего 2017 года То есть До марта Она должна По идее Выйти Более подробно По каким-то Праздникам Я стараюсь Описывать У себя На страничке Ну как Коротко Если кому-то Подробно Что-то нужно Обращайтесь Вконтакте Я вам Кину Краткое Описание Праздников Вот Здесь просто Очень много Занимает Место К сожалению Чтобы в сообщениях Это кинуть Ни от кого Ничего Не скрываю Всем Все Рассказываю По этому поводу Сейчас Выйдет книжка Просто удобнее Будет в книге Книга Ближайшие Три месяца Выйдет И будет Очень удобно Для чтения Там со всеми Проведениями Кто куда Должен Пойти Что сделать Очень много По свадебным Обрядам Вот сейчас Это как раз Книга Будет Таким Наглядным Пособием Для всех Жрецов Для Волхвов Кто проводит Для людей Которые Участвуют В праздниках Да и вообще Для тех Кто почитает Дома богов И вообще Почитает Нашу традицию Это очень Интересная Будет На мой взгляд Книга Вот ждем Ее выхода Название Книги какое? Сейчас обсуждаем С издателем Скорее всего Календарные Обрядовые праздники Либо Календарные Древнерусские Обрядовые праздники То есть мы Стараемся уменьшить Название Вот на данный момент Древнерусские Обрядовые праздники Вот я нашла Да Светлана Николаевна Написала Древнерусские Обрядовые праздники Будет Замечательно Следим за издательством Белой Альвы Нашим дружеским Издательством И В случае необходимости Приобретаем Отшельник Вопрос в эфир от Геннадия Ствери. Лада, скажи, пожалуйста, домовой может человека защитить, когда он спит, и отслеживать, что он делает во сне? Благодарю. Подсказать может, разбудить может, таким образом защитить. Как таковое, от сущности он сам по себе защитить не сможет. Они порой бывают сильнее его по энергетической сути своей. Но предупредить, как будильник сработать, он вполне сможет среагировать. Домового вообще можно и нужно просить, но не забывайте его подкармливать и благодарить. Всегда ко всему нужно относиться с благодарностью, ко всему желону, что вас окружает. То есть не забываем про энергообмен. Это очень важно, потому что часто люди очень много хотят, а взамен ничего не дают. Если вы ничего не даете, вы превращаетесь в должника. Должник – это тот, с кого обязательно что-то возьмут. Обязательно. Все равно, неважно, это бандюган какой-то на улице или какой-то мальчишка сопливый, который что-то сделает не то, или это соседка, или супруга, или ребенок, кто угодно, но обязательно возьмут. И взять могут больше, нежели чем вы должны, потому что вот это вот есть на земле ростовщичество, да, вот это самое страшное, а тут добровольно вы себя в это включаете, только на другом уровне, когда не деньгами, чем другому отдаете. А бывает так, что задолжали, а человеку это необходимо было тогда получить, а он не получил. И он начал это брать у других людей. И тогда, когда подвязываются другие люди, вам придется отдавать больше. То есть получается, вы сами себя в ростовщичество засовываете, только на другом уровне, а не на нематериальном. Так что никому никогда не оставайтесь должны. Лучше отдайте больше, чем остаться должны. Мало того, если вдруг, не дай Боже, что-то случится, и вы умрете должником, вот не хочу дальше рассказывать, что там будет. Поэтому не надо быть должниками на земле. Не надо. Да, вдох не берите, вдох не давайте. А домового обязательно на день рождения, на 11 февраля, преподнесите тот подарок, который вы считаете нужным. Или если у него спросите, и вам придет какая-то картинка, образ, что хорошо, родовая память, она тоже помогает общаться с силами, такими нам помогающими, помогает распознать, что они отвечают. И на 11 февраля спросите домового, если увидите ответ, купите ему то, что он попросил, либо сами то, что считаете нужным, сделайте подарок обязательно. Тогда больше у него будет желания помогать вам в этом плане. Дмитрий уточняет. Скажите, как узнать, есть ли у меня дома домовой? Благодарю. Ну, в очень многих местах практически везде есть домовой, не всегда есть. Пообщайтесь, спросите. На всякий случай я бы рекомендовала поставить блюдечко с молочком и печенькой. Иногда в Африке любят свое что-то приготовленное, оладушки, на холодильник, допустим, и в кухне. И просто почитайте, если нет, придет. Распознать есть или нет, пропадают в доме какие-то вещи, значит, домовой точно есть. Тем более, если это одна и та же вещь. Например, у нас девочка домовой постоянно мамины там какие-то заколочки, еще что-то таскает. А мальчик домовой, у нас два домовых. А мальчик домовой у нас кисти для покраски, чего-либо, такие хозяйственные кисти. Если новая, не распакованная, то все, найти невозможно. Поэтому мы приходим домой, первое, что мы делаем, если мы кисточку купили, мы распаковываем какую-нибудь краску кунаем или хотя бы в растворитель. И после этого она уже не пропадает. Ну, вот это наличие домовой. И растворитель ему в нос. На, нюхай! Ну, он просто считает, что это уже использовано, он уже не забирает для своих нужд, для своего хозяйства. Очень интересно. На самом деле, надо понимать, что защищает, конечно, домовой он защитник, все здорово, хорошо, но надо учитывать, что все-таки хозяин в доме есть. Если хозяин сильный, то домовой является его подсказчиком, его помощником. Если же хозяин не так не сяк, то в этом случае домовой на себя берет функции. Но как он будет управлять домом, это ему только одному известно, поэтому допускать до этого лучше не надо. А вот по поводу защиты, некоторые домовые, да, защищают очень хорошо. Это зависит, чем сильнее хозяин, тем сильнее его свита. То есть и домовой, и дворник, и банник, и винник, и многие другие, это свита его. Вот чем вы сильнее, тем сильнее ваша свита. И поэтому в такую сильную свиту никакая дрянь ссуваться не будет. Тем более, когда хозяин как ногой топнул, как рукой по столу хлопнул, так и будет. Ну, в хорошем смысле, не самодор. Вот, поэтому оберегайте, в первую очередь, вы себя сами. Вы, самое главное, берег для себя. Все остальные вам только помогают. Если же вы ни то, ни сё, ни пят, ни сято, ни рыбы, ни мяса, ну тогда, что ж, ну, я сочувствую вам. Мне было сучь, когда проходилось домового защищать от сущностей. Это тоже бывает. Вот. А так вообще надо понимать, что существуют различные сущности-хранители или более высокие леги, как назывались древности, или другие божественные сущности. Они у человека даются от рождения. Но кто-то их слушает, кто-то их не слушает. Кто-то развивается вместе с ними, а кто-то отворачивается. Это, опять же, проблема человека. Ну вот, в принципе, всё мы с тобой из вопросов отследили, говорили, да. Так что можем заканчивать эфир. Да, давайте сейчас вот, ребята, у кого есть по праздникам какие-то вопросы, быстренько напишите в эфир. Я сейчас подожду, отвечу на ваши вопросы, будем закругляться, потому что так как себя не очень хорошо чувствую, мы сегодня быстрее закончим наш эфир. Так что, ребята, если есть какие-то вопросы по праздникам, сейчас напишите, я кратенько расскажу и донесу до вас. Есть какие? В принципе, здесь только реплики у нас идут. Я так понимаю, что эфир понравился, что очень хорошие ответы были от тобой даны. Поэтому особо тебе, честно говоря, задерживать не хочется. Нет, конечно, с одной стороны, мне хочется поговорить, мне хочется, там куча вопросов есть, вот, и приятно с тобой как-то поделиться мнением своим, но с другой стороны, не будем делать... Давай тогда коротко сейчас расскажу еще по праздникам, как определяли тот или иной день, когда проводили, да, для других регионов, а не только центрального черноземного округа, всегда проводили по тем природным и астрономическим явлениям, которые есть. То есть, 6 января, допустим, идет перигелий солнца, и если в вашем регионе перигелий идет, это можно посмотреть, прямо набрать перигелий в этом году и посмотреть, если в вашем перигелии идет какой-то другой день, опять-таки говорю, плюс-минус 3 дня, если в 3 дня выкладывается, то лучше 6 января проводить. Если перигелий идет именно в это время, то значит у вас именно в это, у кого-то там может быть 8-го будет, я не знаю, не изучала этот вопрос. Значит, касаемо других праздников, кроме перигелий, есть еще, кроме солнцестояний, есть еще, значит, лунные, луну тоже очень сильно учитывали наши предки, хотя жили по солнечному календарю, луну учитывали, есть нехорошие лунные праздники, есть, вернее, нехорошие лунные дни и хорошие лунные дни, обязательно учитывали. И вот практически во всех праздниках, которые есть, луна находится в апоге или перигелии, близка к этому явлению, то есть праздники все с астрономическими явлениями совпадали, как правило, либо были близки к ним. Вот, а Фиэли, который 6 июля у нас, когда луна находится, опять-таки луна, говорю, когда солнышко у нас находится дальше всего от Земли, 6 июля, а в Афелии, опять-таки, посмотрите, где в вашем регионе, в какой день находятся именно Афелий и перигелий, вот, и от этого отталкиваетесь, от состояния, соответственно. И луна тоже, апогеи и перигей, они должны быть близко, как минимум, там, ну, 7 дней ближайшие. Ну, как таково, почему вот эти вот даты стоят более четко, да, наши предки как-то уже сформировали, на мой взгляд, систему, когда наиболее сильные выплески энергии идут из Земли, из космоса, то есть, идут энергетические потоки, поэтому именно эти даты использовали. И, соответственно, тоже астрономическое учитывание. Также вот в тундре, допустим, 11 августа никто урожай собирать не будет, насколько я понимаю. И у них, может быть, как-то смещено. Либо они вообще урожай не собирают, тогда празднуйте, тогда как вам удобно. И опять-таки, иногда урожай где-то на севере приходится собирать раньше или позже. Смотрите, от того, как в вашем регионе находится солнышко, какие происходят природные явления, в зависимости от этого у вас будут праздники. То, что даны, вот эти вот я дала праздники, это как отправная точка. Учитывайте обязательно то, что происходит у вас. У нас, допустим, окошья, это температура бывает ниже нуля, время осенних туманов, да, осень становится более холодной, уступая место в зиме. Это макошье 26 октября. Но в Сочи такого не будет, да, то есть там будут другие явления. Мы уже смотрим относительно того, что у вас происходит. Хотя вот на макошье именно очень сильно чародейный праздник, там совпадение идет и астрономическое, и энергетическое. Говорю, предки очень долго собирали вот эти все вещи, все знания воедино и создавали календарь. От него отталкиваясь, можно как-то вот для себя создавать в своем регионе. Вот, чтобы там не ругались на меня, что вот, ладно, у тебя там чем-то отличается, еще что-то. Нет одной системы. Я предлагаю только свой вариант, тот, который использовали мои предки очень долго, на протяжении многих лет. и обсуждайте, всегда можно со мной в контакте связаться. Критику в свой адрес я принимаю абсолютно нормально, потому что я изучаю все эти вопросы с точки зрения, с научной точки зрения, изучаю, почему, допустим, отличия идут в том или ином календаре, почему у нас календарь вот такой у кого-то по-другому, почему какие-то вещи совпадают с другими календарями других религий или еще что-то. Были такие вопросы ко мне. Но совпадают, да, потому что день магический, сильный, поэтому во многих совпадают. Есть несколько праздников, которые празднуются. Ну, что сделаешь? Все религии учитывают, бывает, что учитывают какие-то моменты астрономические, поэтому совпадают. А некоторые не совпадают, опять-таки, по той самой причине, что разница идет в миропонимании, в миропринятии. Поэтому в разных регионах даже могут быть разные календари. И лучше всего, если у вас есть возможность все-таки с региона календарь найти, то, что именно в вашем регионе использовалось. Нет, ну, используйте мой календарь как отправную точку для поисков. Здесь тебя благодарят за интересный эфир, предлагают тебе отдохнуть, не мучить себя. Мучить тебя не будем. Благодарю, благодарю. Спасибо Алексею Ладе. Я хочу также подтвердить, смотрите, даже с той же самой невестой есть различные варианты. Кто-то говорит, что это надуманное слово, кто-то говорит, что это исковерканное слово. Здесь надо понимать, что в разных родах это понималось по-разному. На самом деле это никакое не исковерканное слово, не понятно, что это отрицание, веста – это та, которая веста. Поэтому, с точки зрения традиции, которую Лада знает, там была невеста как что-то такое нехорошее, та, которая не проходила, грубо говоря, обучения, которая не готова. И можно было только сочувствовать тому мужику, который брал жены такую себе. А в наше брачующееся время невеста вошла немножечко из другой традиции. Когда до того, как она выходила замуж, она вествовала, а когда она заканчивала вествовать, она была уже готова выйти замуж, и, выходя замуж, она становилась замужней женой, то есть женой в роду мужа, то есть супругой мужа. И поэтому она уже невестой не могла быть, она должна уже до этого была всё понять. И поэтому говорили, всё, с этого момента ты невеста. И невеста ведь была не с точки зрения, что там 10 лет невеста, а именно когда она уже под венечным была, как сейчас говорят, под венцом, хотя у нас под венец не ставили, на мой взгляд, там было другое немножко. У нас было, да, похоже, потому что венец от слова венок, да, венчали именно венками, не то, как в нынешнем понимании. Да, да, да. Вот я поэтому говорю, что здесь разночтения тоже определённо могут быть, поэтому я так мягко это говорю не совсем в нашем представлении сейчас венчающееся слово там, да, говорит. Вот поэтому, когда у нас под венец вот в другом смысле слова, она уже переставала быть невестой. Ну, зачем её уже вестовать, если она уже должна отдавать? А когда уже она становилась замужней, женой, когда она уже рожала ребёнка, она становилась ведьмой, то есть ведущая мать, которая уже должна была всё вестовство своё, которое она тогда узнала, переводить уже как ведунья, как оберегающая, знающая и так далее. Вот поэтому разночтения могут быть, но на мой взгляд, они не такие серьёзные, и мы на этом копии тем более уж ломать, я отлично не собираюсь. Ну, что ж. в роду по-другому, да, вот видели, от того, что ты сейчас сказал, Алексей, у нас ведунья – это та, которая наделена способностями от рождения, да, и ведьмы учителем, да, ведьма – это учитель, она имела право восстать только в 33 года, то есть у нас в роду – это так. Может быть, я говорю, в каком-то другом, в связи с тем, что слова ходили это по всей Руси нашей матушки, они где-то могли принимать другой смысл, поэтому тут действительно разночтения могут быть, и ничего в этом удивительного и пугающего, и в этом нет. Чувствуйте, как вам больше идёт, как у вас резонирует. Включайте свою родовую память и слушайте, как именно у вас резонирует правильно, как именно в вашем роду это слово трактовали. Поэтому родовая память – это сила наша. Не знаю я, мы понимаем. Да, если вы берёте из своих родов что-то, то в этом случае вам будут даваться те уточнения, которые вашему роду более подходят. К примеру, опять же, вот на мой взгляд, есть ведьма, есть ведунья, это может быть и совмёщённо, может быть и разделённо. Да, могут совмёщённо быть, да. Вот у меня было включение в род, мой род включил меня, посвящение провёл, в 33 года я получила звание ведьма. До этого я не имела права передавать знания, вот в нашем роду так считалось, да. Я имела право только проводить обряды магии, ну, или что-то делать такое чародейное, но ни в коем случае не имела права передавать знания. То есть я ещё недостаточно по, опять-таки, знаниям нашего рода недостаточно была сильна в своих знаниях, чтобы это уже передавать. И только в 33 года мне разрешили писать книгу, хотя я 7 лет собирала по праздникам информацию, только в 33 года мне разрешили уже передавать знания кому-то другому, то есть вести семинары. До этого всё очень ограничено было. Ну, у нас такие правила. У кого-то, говорю, в роду, может быть по-другому. Ну что ж, давай желать нашим радиослушателям что-то доброе, хорошее вечно, исходя из нашей темы, родовая память и обрядовые праздники? Ну, во-первых, я всем желаю справить коляду прекрасно и в добром здравии, и в добром мыслении, в добром понимании, чтобы всем было весело, хорошо, радостно и изменить свою судьбу, настроить свою судьбу на благое течение на весь год с коляды по водокрест. Обязательно вот хороший настрой мыслей, чтобы в результате деяния были хорошие в течение всего года. Это я желаю всем провести вот так прекрасно коляду. И, соответственно, я желаю всем раскрыть родовую память. Еще раз напоминаю, если кто-то хочет в своем городе провести семинар по родовой памяти, организовывайте помещение и я приеду. У меня никаких требований особых нету и ни проживания, и у кого-то я могу остановиться. То есть минимальные затраты там, может быть, на помещение только, если вы там что-то будете собирать. Опять-таки старайтесь сделать так, что организовывайте все так, чтобы меня это не касалось. То есть денежного вопроса, чтобы меня не касалось. Я приеду и все расскажу, донесу так, насколько я могу это донести. Мое дело вот доносить родовую память. Поэтому, кто хочет в своем городе, обязательно мне напишите ВКонтакте. ВКонтакте короткий адрес ЛАДА, нижнее подчеркивание ВЕДА, либо в Яндексе найдите. И напишите мне, в каком городе вы хотите, готовы ли вы стать организаторами. Я приеду. Развивайте свою родовую память, проводите здорово, замечательно, на коледу. И всех вам благ. Благодарю всех за эфир. Благодарю тебя за добрые слова. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 декабря 2016 года четверг, по одному из старинных 12-й день месяца божественного сияния и покоя мира 7525 лета пятница. Мы говорили про родовую память и обрядовые праздники с Ладой Ведуни. За что и низкий поклон. И вам, друзья мои, кто нас слушал, как говорится, а кто слушал, молодец. Вот вы молодцы все и молодицы все. Не хочу всех называть молодцами, потому что девушки тоже есть. Умнички девушки у нас. Да, поэтому молодцы и молодицы и умнички, красавицы, вот и просто хорошие люди. Всем вам низкий поклон за участие. Будьте активны, развивайтесь, понимайте, что жизнь такая, какой вы ее делаете. Вот какой вы жизни, такая и жизнь. И не сетуйте на что-то другое. Всем добра, здравомыслие. До новых встреч. Услышимся. Народное Славянское Радио. Все нужно, все важно.